Деревня Доничьево, бывший спиртзавод. Именно здесь местные жители обнаружили тонны подозрительных отходов и вызвали специалистов. Те с помощью лабораторных исследований констатировали, это опасные гальванические отходы со Жлобинского металлургического комбината. Но откуда они могли появиться здесь? Постепенно, шаг за шагом, сотрудникам инспекции удалось раскрыть всю схему. Минская фирма, которая использует эти отходы, заключила договор с металлургическим заводом на использование этих отходов. Для перевозки отходов наняла транспортную организацию. И, как выяснилось, транспортная организация не завезла по назначению эти отходы, а разместила их на этой заброшенной территории. У этой территории есть собственник, общество с ограниченной ответственностью Viva Prestige. Нам удалось встретиться и побеседовать с его учредителем, который уверил, что стал жертвой ситуации. Транспортная фирма привезла эти отходы под видом обычной глины. Мы спросили, это ничего, хоть и не опасно, потому что, конечно, нам стало подозрительно, что сами привозят. Но я подумал, бывает же, даже если дома какие-то строят, куда-то же надо девать этот грунт и прочее. А тем более, здесь недалеко от Бобруйска. Поэтому мы согласились, потому что здесь территория очень огромная и ям очень много. За несколько дней частная транспортная фирма вывезла с территории почти 85% опасного груза. Остались лишь несколько тонн. За факт нарушения природоохранного законодательства все участники цепочки уже получили серьезные штрафы. Привлекли к административной ответственности юридическое лицо транспортную организацию. Штраф наложили в размере 700 базовых величин. Также и фирму, которая должна была использовать эти отходы, также на 700 базовых величин. Потому что, скажем так, груз такой около 300 тонн. Понимаете, нельзя его было не заметить, что он не поступил. 980 рублей обязан заплатить и собственник земли за то, что на его территорию бесконтрольно вывезли опасную гальванику. Они отправили на переработку, как это и должно быть по правилам. Общая сумма штрафа на всех участников более 17,5 тысяч долларов США. Плюс транспортные расходы на вывоз. Как говорится, скупой платит дважды. Аванес Степанян, Андрей Богдан. Бобруйс 360.